Гребнопарусная регата МГУ имени Невельского Гребнопарусная регата МГУ Эту регату мы ждали ровно год, так как участвовали в предыдущей регате. Лично для меня это было большое событие, потому что я зарядился эмоциями с той регаты и ждал эту. Она была на высоком уровне, как всегда. Мы в этом году были больше готовы к регате и, соответственно, отлично выступили. Не так идеально, как хотелось бы, но, тем не менее, отлично. Никита, интересно тоже твое мнение. Для меня регата значит очень многое, потому что я безумно люблю море, безумно люблю парусные гонки, особенно я занимался парусным спортом до этого. Поэтому я очень впечатлен в положительном смысле. Мы пришли, естественно, первые, как и ожидалось, потому что мы очень много тренировались и удалось свои результаты. Для меня регата, собственно, это было что-то новое, потому что в регате я выступал. Это был мой дебют. Впервые? Интересно. Регата мне достаточно очень так понравилось. То есть первые эмоции, когда я взял в руки весло, а ребята уже давно гребли, уже знают, что это такое. Для меня это было что-то новое. Поначалу было, конечно, сложно, но потом, когда в это все вникаешь, когда проходит состязание, когда ты с кем-то соревнуешься, это заряжает эмоциями. Для меня регата просто меня вдохновила на новые поступки. Мне кажется, очень важно отметить, что именно регата этого года была посвящена человеку, который сделал очень много, в частности для ВУЗа. И вообще это был известный, очень хороший человек. Расскажите нам о нем, пожалуйста. К сожалению, мы этого человека не застали как преподавателя, но, безусловно, он личность легендарная. Для ВУЗа он сделал очень многое. Он и является основательным регатой. В 1944 году она в первый раз стартовала. Он сам был примером. До сих пор ходят легенды, как он ставил матч за 15 секунд. Для сравнения, мы это сделали за 50 секунд. То есть несравнимо. Это был Евгений Жуков. Сегодня здесь даже его книга есть. Да, мы принесли ее с собой. Мы, само собой, все читали. На главной странице изображен ял нашего нынешнего преподавателя, от которого она была старшиной. Это была 50-я юбилейная регата. И тогда судоводы стали первыми тоже. Вообще регата – это такая возможность применить свои знания на практике и вообще попробовать себя в экстремальной ситуации. Были ли до вас такие экстремальные ситуации на этот раз? Вот она была дебютная, например. Расскажите об этом, поделитесь эмоциями. Вообще, как все проходило? Нам интересно сейчас вернуться в прошлое, побывать с вами на этих соревнованиях. Как все происходит изнутри именно? Мы ведь только со стороны можем наблюдать, к сожалению. Очень все было эмоционально. Мы испытывали волнение, переживали за каждую гонку, потому что гонка была практически каждый день. И было мало отдыха, в этом весь интерес. Ты каждый день трудишься. И с каждым днем у тебя все меньше сил, но ты по полной должен выкладываться каждый день. Эмоции было море. Самое сложное, что мне показалось, самое опасное в нашей регате, когда мы участвовали в комбинированной гонке, к которой мы пришли первые. Первый участок трассы мы шли на веслах полмили. После этого смена движения, соответственно, мы ставим парус и идем до следующего участка смены движения. Так вот, когда поставили парус, был очень сильный парок ветра, и наш ял чуть было, не было, не перевернулся. Но вы справились, да? Ребята справились, я сделал все, что зависело от меня. Но в этот момент почувствовал, как ребята сделали то же самое, и все на один борт не сговариваясь, просто откренили ял, и это было классно. В этом заключается регата, когда каждый готов, каждый знает, что он сделает то, что нужно, и знает, что все его товарищи делают то же самое. Вот, и за счет этого вы достигаете победы. Для меня это было уже третья регата. И вот, для сравнения, в 2014 году, когда я первый раз сел на ялик, никто еще из наших первых, на тот момент первокурсников, в море практически не ходил. Для всех это был в шок. А страшно в первый раз? Да, конечно, страшно. Я вот до этого занимался на яхтах, несравнимо. Он ведет себя совершенно по-другому. Некоторые ребята боялись воды, реально. То есть боялись упасть в запах? Да, перевернуться, поэтому все это было осторожно, не спеша. А сейчас все ради победы. Это уже, ты чувствуешь драйв, скорость, единение с командой, что вот очень важно в яле, и что я считаю одно из основных. Круто. Ну, для меня было, когда, получается, мы первый раз сели в ял, то есть я, лично я, когда сел первый раз в ял, для меня мы вышли в море, ну и начали как грипсти, не грипсти. И тут, как я заметил, получается, с борта судна начала течь вода. То есть, ну, это как бы, это за счет того, что ял стоял целый год, он высох, то есть там образовались какие-то, то есть может идти течь. Для меня сначала это было дико, я думал, что вот сейчас мы все уционим. Ну, потом как-то сориентировались, мне сказали, что не переживай, бывает еще страшнее. Вот как Никита рассказывал про то, когда я уж тут не перевернулся, тогда тоже море эмоций, когда ты думаешь, вот-вот-вот, вот сейчас мы перевернемся. Ну, все, мы все преодолели. Так я правильно поняла, что с погодой не очень повезло? Ветер, да, был какой-то? Нет, всю регату была хорошая для гонок погода. Единственный день была пасмурная погода, как раз-таки в тот день, о котором я рассказывал. Но это никак не помешало, ветер был, моря большого волнения не было, и было комфортно для проведения, ну, то есть комфортная погода для проведения регаты. Единственное, что мы боялись, что судьи не увидят наш финиш, потому что они были в тумане, и мы очень-то ждали их сигналов. То есть не было понятно, да, вероятно, кто пришел первый? Грибная гонка тоже. Помнишь, там были волны, неприятно. Лучше гоняться. Конечно, лучше, но это же море. А есть ли какая-то идеальная погода, золотая середина именно для таких регат, как ваша, на Ялах? Ну, смотря какая получается. То есть если мы идем на веслах, то нам, конечно, идеальная погода штиль. То есть без волн – это идеальная погода, на которой мы можем ходить. А если будет парус, то нам нужен, само собой, ветер. То есть это не предугадаешь. Такая погода нам нужна идеальная. Смотря до какой именно гонки. Вот расскажите, кстати, нам подробнее о программе гонки. Их ведь несколько. Она традиционно проходит 3 дня регата. Что, как? Нам интересны все подробности. Ну, с течением времени сама программа несколько изменилась. Убрали, насколько я знаю, несколько видов испытаний. То есть были узлы, была медицинская помощь. Насколько я помню, раньше это все делалось, теперь осталось. Самое важное. Получается, в первый день у нас открытие регаты традиционное и первая грибная гонка на одну милю. В этом году после грибной гонки сделали сразу одну парусную, так как позволяла погода, и мы отгонялись на парусе. Во второй день мы провели три парусные гонки. Следом, третий день была комбинированная гонка. Потом был резервный день, и в резервный день мы занимались протягиванием карата. Это такая легкая разгрузочная пауза, в которой мы заряжались эмоциями. Больше, наверное, развлечения. Да, это было веселение. Это было весело. Мы подбадривали, подшучивали над соперниками. Это было интересно. Когда соперники явно меньше по габаритам побеждают более крупных перетягиваний. Это, конечно, редкость, но даже такое было. И это показывает, что команда действительно слажена. И вместе они готовы делать большие чудеса. В последний день регаты у нас была креческая гонка. Самая тяжелая, самая длинная и по времени его дистанции. В ней мы должны пройти 6 миль, независимо под каким видом движения. Либо это парус, либо весла. Кто быстрее, тот и победил. Это, безусловно, самый сложный день всей регаты. Ну и далее закрытие и награждение. Не в этот день, но после выходных нас уже награждали. Каков маршрут гонок? Откуда, куда вы отходите, должны прийти? Ну, грибная гонка это все просто. Миля по прямой. У нас это был старт от пирса военного, недалеко от яхт-клуба МГУ. И финиш непосредственно на яхт-клубе МГУ. Потом парусная гонка. Это, ну, кто знает, стандартный треугольник. Первый буй стоит напротив финиша. Это лавировка. И потом на полных курсах мы огибаем третий, второй буй и финишируем на старте. Для комбинированной гонки все похоже с парусной гонкой получается. Только отличие. Первые 0,5 миль мы гребем. Потом опять лавировка. Полные курсы. И финишируем на веслах. Ну, а крейсерская гонка самая трудная. Самая тяжелая. 6 миль. Старт был около яхт-клуба МГУ. Мы огибали буй в бухте на вик. И финишировали в яхт-клубе МГУ. Ребята очень устали. Руки были стерты. Но эмоции непередаваемые. 1 миль, если я не ошибаюсь, это около 2 километров, правильно? Да, 1852 метра, если будет точно. То есть, по мере соревнований усиливается нагрузка. Получается, вы начинаете с самых легких и потом сложнее, сложнее. И последний день это самый сложный. Ну, они на самом деле очень хорошо скомбинированы, так сказать. Потому что сначала ты выкладываешься физически на грибной гонке. Потом у тебя идет отдых на парусе. Именно физический отдых, естественно. Потом комбинированная гонка. И дается резервный день, чтобы ты отдохнул перед самой тяжелой и изнуряющей гонкой. Ребята, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. И посмотрим, как проходила 61-я регата МГУ имени Невельского. Морской университет имени Невельского каждый год проводит среди учащихся неделю самых настоящих морских баталий. Традиционная грибнопарусная регата в МГУ уже более 60 лет проверяет на прочность людей, решивших так или иначе связать свою жизнь с морем. В этот раз спортивные состязания собрали 13 разноплановых команд. Одна из основных задач плавсостава, с которым мы занимаемся, является морская выучка, подготовка курсантов к работе в экстремальных условиях. Поэтому эти мероприятия и соревнования грибнопарусной регаты являются ключевыми для плавсостава. Программа соревнований ежегодно удивляет разнообразием. За неделю мореплавателям приходится показать свое мастерство и на веслах, и на парусах, и даже в перетягивании каната. Одним из самых жестких испытаний является комбинированная гонка. Участники сначала гребут на веслах, а затем резко, так сказать, переобуваются. Команды поднимают парус и уже только с помощью ветра идут к финишу. Но и это не все. За несколько метров до конца морякам приходится вновь переходить на ручную работу. Задача чрезвычайно сложная, а тут еще и экстремальная погода подкинула проблем. Когда мы поставили парус, мы заметили некоторые сложности из-за того, что ветер очень сильными порывами, и крен создавался непосредственно очень тяжелый. С каждым выходом в море все больше и больше понимаю, как управлять парусом. И гораздо легче им управлять при сильном ветре, чем при слабом. Хоть и опасно, были разные ситуации сегодня, но достаточно легко. В лично командном зачете по результатам всех этапов третье место забрали младшие курсы судоводительского факультета. Серебро завоевала команда «Алые паруса» из Комсомольска-на-Амуре, а победителем стал коллектив старшекурсников СВФ. Самое главное настрой и физическая подготовка, само собой. То есть весь год по-хорошему нужно бегать, тренироваться, желательно сходить в спортзал. Соответственно, опыт. Опыт решает многое. Чем больше мы тренируемся на воде, тем лучше результат. В целом регата прошла в несколько особенном настроении. Соревнования в этом году посвятили памяти Евгения Жукова, профессора кафедры управления судном МГУ, который ушел из жизни в мае прошлого года. Как отметили организаторы, такие соревнования – лучший способ отдать дань уважения почетному работнику морского флота. А мы продолжаем наш разговор. Ребята, ну вот вы рассказали, какие серьезные нагрузки во время регаты особенно приходится испытывать. И наверняка вы к ней также и особенно готовитесь. Как долго, как проходит процесс этой подготовки? Расскажите нам. Ну, подготовка у нас проходила, вот получается, в Яле участвуют 6 грибцов, старшина Яла и замстаршины Яла. То есть физическую нагрузку за всю гонку испытывают 6 как раз грибцов. Вот. И изначально перед самой регатой, когда нам еще не разрешали выходить на воду, то есть еще не начался сезон, мы готовились, так сказать, по утрам вставали пораньше, одевали спортивную одежду. Тогда еще было холодно, конечно, пришлось одевать там по две кофты, там шапку, не шапку. Ну, выходили и бегали дистанции, выкладывались на полную. То есть выносливость вырабатывали? Да, вырабатывали выносливость. Ну, и само собой после этого мы сходили там куда-нибудь на турники и поподтягивались. Ну, то есть развивать не только выносливость, но и физическую силу. Вот. Ну, я думаю, вот то, что мы вот этим вот, когда занимались подготовкой, я думаю, это очень помогло. Потому что, когда я первый раз сел на Ялу, я понял, что не зря я тренировался. Если бы не тренировался, то было бы намного хуже. Ну, я так понимаю, что такое испытание, оно вам только нравится. И наверняка, может быть, хотелось бы, чтобы они проходили чаще. Расскажите свои впечатления, эмоции. И вообще, может быть, вы как-то еще используете Ялы помимо регаты? Конечно, хотелось бы. Вот, допустим, раньше еще при Жукове проводились дальние походы. До острова Русского ходили, насколько мне известно. Может, еще куда-то ходили о том, что я не знаю. Но это делалось часто. На первом курсе Ялы были старые. И, естественно, о них далеко не уйдешь. Потому что они воду набирали очень сильно. А сейчас, вот буквально год назад, купили новые Ялы. И возможности сейчас не ограничены. Нужно это развивать. Ну, вот, на данный момент. Нет, да, то есть хотелось бы, чтобы... Да, не наблюдаем. А хотелось бы, чтобы еще на нашем веку, так сказать, мы еще куда-нибудь сходили. Познали всю радость похода на самом деле. Да. Мы готовы в этом помогать, участвовать. Нам просто нужно разрешение. Я читала, что планируют еще одну какую-то регату проводить. Не знаете такой информации, нет? Мы об этом еще не слышали. То есть вас еще не оповестили. Дай бог так и будет. Я думаю, что скоро так и будет, действительно. Вы будете больше тренироваться, практиковать свои знания. Это очень здорово. А правда ли, что с вами гости соревнований в этом году принимали участие? Да. То есть не в программе, да? Они не соревновались как таковые за места, но... Нет, почему соревновались? А, соревновались? Очень крепкая команда Яла, но им не хватало, конечно же, тренировок, опыта и сноровки. Но они хорошо выступили. Они всегда доходили до финиша и показали, что готовы. Им нужна дорога только для того, чтобы тренироваться. Вот. Насколько я помню, у нас в гостях был сорок первый Яла. Это студенты нашего ВУЗа. Была сборная команда студентов. Да, первый раз в этом году. За всю историю, получается, регаты это было. Это интересно, видите, а вы не рассказали. Выступали студенты. Поначалу, когда мы увидели этих студентов, мы подумали, парни такие здоровые, думают, не победить нам. Но потом как бы поняли, что на самом деле важно не то, что какой ты физической формой обладаешь, а какой у тебя опыт и как долго вы тренируетесь. Сплоченность. 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 Никит, ты старшина команды, и вы финишировали, вы стали первыми. Но я знаю, что у вас были такие соперники очень активные. Это Комсомольск на Амуре. Да, это наш серьезный соперник. Конечно, это причем наши постоянные гости. Они приезжают к нам каждый год на моей памяти. Да, третий раз уже приезжают. И мы постоянно с ними соревнуемся. В прошлом году они выступали на каком-то другом Яле, выделяли. В этот раз они первый раз выступают на равных, можно сказать, с нами. Они маленькие еще, им 17 лет, если я не ошибаюсь. Но это не мешает им побеждать здоровых ребят с нашего возраста. Они постоянно приходили за нами. В одной гонке даже они были впереди, но мы смогли. Это хорошо. Самый напряженный это момент, когда вы вот-вот уже финишировали или нет? Или в какой-то другой момент? Самый пик вашей такой приходится, как сказать, собранности, да, может быть? Когда нужно материализовать свои силы. Как это происходит? На самом деле пик – это вся гонка. Потому что когда ты в Яле и ты гоняешься, это непередаваемые чувства. Вот ты забываешь все свои предыдущие проблемы, какие-то дела на берегу. Ты гоняешься, ты в Яле. И это незабываемое чувство. И на самом деле испытываешь напряжение в период всей гонки. Но хочу выделить момент. Вот когда команда подходит на старт, есть какое-то чувство страха. Мы трепещем перед этим. Но первые три грибка убивают весь страх и остается только азарт. И до самого финиша мы идем на азарте. И это очень классно, непередаваемо. Каждая гонка по-своему сложна. У каждого свои камни преткновения. Но тем не менее, каждый раз мы с этим боремся. Потому что я знаю, что я в команде не один. И я делаю все, чтобы моя команда победила. А судьи строгие у вас? Расскажите немножечко о судейском составе соревнований. Ну, судейский состав – это большинство наших преподавателей, которых мы достаточно хорошо знаем. И от этого волнительные, насколько я понимаю. Естественно, люди квалифицированы очень хорошо. Многие из них судили грибные гонки. Большинство из них до сих пор судят парусные гонки. Поэтому никаких вопросов не возникает. Они всегда правы. То есть для вас это некий экзамен? Правильно я понимаю? Ну, в своем роде, да. И хотелось бы, конечно, чтобы такие экзамены проходили как можно чаще. Да, как можно чаще. Ребят, ну, нам пора заканчивать. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли сегодня. Еще раз поздравляю с победой. Спасибо. Ну, и желаю вам почаще такие регаты, чтобы проходили. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова